Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. «Всякая добродетель, творимая ради Христа, — говорит преподобный Серафим Саровский, — дает благодать Духа Святого, но более всего дает молитва, потому что она всегда в руках наших, как орудия для стяжания благодати Духа. Многие святые отцы молитву назвали царицей добродетелей и высшим искусством. Молитва — это основа духовной жизни. Без нее невозможно не только спастись, но даже и называться христианином. В книге, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию, собраны избранные по учению святых отцов о молитве. Поэтому и сборник получил аналогичное название. Он вышел в свет в издательстве «Сибирская благозвонница» и занял свое место на нашей книжной полке. Творение святых отцов — сокровищница духовной мудрости, в которой каждый желающий может почерпнуть ответы на свои вопросы и недоумения. В них рассыпаны мысли на самые разные темы — покаяние, терпение, скорбей, борьбы с помыслами, служение ближним и многие другие. К сожалению, не все и не всегда способны заняться целенаправленным чтением, изучением творений святых отцов. Поэтому в настоящей книге издатели постарались под одной обложкой собрать советы относительно молитвы самых разных и по месту, и по времени своей земной жизни святых. Начиная от отца монашествующих преподобного Антония Великого вплоть до известных духовных русских писателей XIX века — святителя Игнатия Бринчанинова и святителя Феофана Затворника. По словам издателей, молитва — призывание Бога, обращение к Богу, самый действенный способ общения с Ним. Святитель Феофан Затворник недаром называет молитву не только источником, но и двигателем всего. Это восхождение ума и сердца к Богу. По словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, есть величайший, бесценный дар Творца Твари — человеку, который через нее может беседовать с Творцом своим, как чадо с отцом, изливать перед ним чувство удивления, словословия и благодарения. Поэтому без молитвы жизнь любого христианина бессмысленна. Но молитва — это также и меч для того, кто ведет духовную войну. Это важнейшее духовное оружие против невидимых и бесплотных врагов, стремящихся погубить всякую христианскую душу. В опасном положении находится тот христианин, который не молится. Войн, который стремится овладеть тем или иным боевым искусством, употребляет много времени и сил, пока не научится хорошо обращаться с различными видами оружия. В духовной жизни все точно так же. Необходимо много усердия, терпения. Нужно вложить немало духовного труда для овладения самой важной на свете наукой — молитвенной. Как и во всякой другой науке, лучшим руководителем является здесь тот, кто и сам преуспел в подобном деле. Для христиан это святые отцы, учители церкви, подвижники и святители, опытно постигшие молитвенное восхождение к Богу и оставившие нам свой бесценный опыт. Взять, к примеру, житие преподобного Антония Великого, память которого празднуется сегодня, 30 января. Его называют отцом монашества, потому что он первым из христиан выбрал тяжелую полную лишений отшельническую жизнь. Удалившись в Фиваидскую пустыню, он совершал там молитвенные подвиги и терпел нужду в самом необходимом, а также подвергался частым нападкам злых духов, которые старались изгнать его из пустыни. Своей жизнью он явил всем последующим поколением христианских подвижников путь, которым душа может идти к духовному совершенству. Вот что пишет о преподобном Антонии, автор его жития, святитель Афанасий Александрийский. С юных лет и до такого возраста соблюдавший равное усердие к подвижничеству, ни по старости не обольщавшисься дорогими снедями, ни по немощи тела своего не изменявшей вида своей одежды, ни в чем, однако же, не потерпел он вреда. Глаза у него были здоровы и видел он хорошо. Не выпало у него ни одного зуба, а только ослабли они в деснах от преклонных лет старца. Здоров он был руками и ногами. Одним словом, казался бодрее и крепче всякого, пользующегося разнообразными снедями, омовениями или различными одеждами. А то, что всюду говорили о нем, все удивлялись, даже невидавшие любили его. Это служит доказательством его добродетели и боголюбивой души. Ибо ни сочинениями и внешней мудрости, ни каким-то искусством, но единым богочестием стал известен Антоний. И никто не станет отрицать, что это был Божий дар. Иначе как в Испанию, в Рим и в Африку дошел бы слух о человеке, который скрывался и жил в горе, если бы не Бог соделывал повсюду известными рабов своих, что и Антонию обещал он еще вначале. Хотя сами отшельники делают все тайно и желают быть сокрытыми, но Господь делает их видимыми для всех, чтобы, слыша о них, знали, как могут заповеди приводить к приспиянию и возревновали идти путем добродетели. Скончался преподобный в 356 году в возрасте 105 лет на руках своих учеников. Старайтесь же, паче, пребывать всегда в единении между собою, а преимущественно с Господом, и потом со святыми. Да примут они и вас по смерти вечные свои кровы, как друзей и знаемых. Таков был предсмертный завет отца монашествующих ученикам. Из посланий преподобного Антония Великого издатели избрали из речения о молитве, в которых он наставляет своих учеников делание христианских добродетелей и духовной брани и увещевает не ослабевать в стремлении к нравственному совершенству. Вот одно из них. «Я знаю, — говорит преподобный Антоний, — что святые на небе печалятся, когда нашу видят ленность и беспечность в делах благочестия. Они со слезами высылают молитвы к Творцу о спасении нашем, и Он, вне слезным молитвами, охраняет нас от искушений злых духов. Когда же святые видят, что мы постоянно соблюдаем заповеди Божии и возрастаем в духовной жизни, то в радости высылают о нас благодарение Богу. И Бог милостиво взирает на наши добрые дела и дает нам благодатные дары свои. И так мы всеми силами должны стараться, чтобы все святые радовались о нас на небе, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». По учении преподобного Антония занимают в данном сборнике лишь несколько страниц. В оставшейся части книги собраны изречения преподобных Иоанна Лествичника, Симеона Нового Богослова, святителей Иоанна Златоуста, Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова и других святых. Все эти святые деятельно прошли молитвенную науку и потому могут научить тех, кто будет внимательно вчитываться в их советы, столь драгоценные для нас. Поэтому нам остается просто воспользоваться этим нетленным богатством. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok